Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегеда. И вот главная тема этого выпуска. Специальные пропуска. Как они должны выглядеть и где их можно получить, узнаете в сюжете Яны Лукошкиной. В гости за дозой в Александровском районе действовал притон. Кто его организовал и как прикрыли? Где еще отметить Международный день ремонта дорог, кроме как не на строительном объекте? В Невиномыске побывала Кира Рогожина. Мы решили проследить за тем, как люди соблюдают режим самоизоляции. Также соблюдают строгий режим в разных городах края. Проверка на земле и с воздуха. Теперь подробнее об этих и других событиях. Начинаем с главной новости дня. Нерабочий режим в стране продлится до конца месяца. Об этом объявил сегодня президент Владимир Путин во время обращения к россиянам. По словам главы государства, нынешняя неделя в самоизоляции позволила стране выиграть время и мобилизовать силы. Однако пик вспышки коронавируса в мире еще не пройден. Поэтому режим нерабочих дней продлится до 30 апреля с сохранением зарплаты. Власть регионов будет вправе самостоятельно регулировать меры изоляции в зависимости от обстановки и ПИД-обстановки. В этой связи с субъектом и главом субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер. Оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Продолжаем выпуск. Еще пять человек на Ставрополье заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице в инстаграм губернатор Владимир Владимиров. Результаты подтвердились у пациентов, уже находившихся в изоляции под наблюдением медиков. Таким образом, на сегодняшний день в крае насчитывается 11 человек, зараженных коронавирусом. Напомним, что четверо пациентов выздоровели, они выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщают на ежедневном утреннем брифинге в правительстве Ставрополья. С медицинского наблюдения снято порядка 1630 человек. То есть, дополнительно, кого-то мы брали на контроль, и дополнительно, соответственно, люди снимаются с этого контроля. Продолжается работа по выявлению лиц контактных с этими людьми, и, соответственно, проводится определенная работа на сегодняшний день с людьми пожилого возраста. Как прозвучало на брифинге, ставропольские предприниматели смогут получить поддержку. Все категории заемщиков могут получить рассрочку как основного долга, так и по процентам на период до 6 месяцев. Для этого, конечно же, нужно подтвердить то, что ухудшилось финансовое состояние заемщика более чем на 30% и просто обратиться в банк. Также на время режима самоизоляции в крае приостановлено все междугороднее сообщение. Аэропорты перешли только на дневной режим работы. В населенных пунктах общественный транспорт работает в обычном режиме. Также можно вызвать и такси. На Ставрополье продолжается домашний режим. На улицу теперь можно выходить только в случае крайней необходимости. На работу, в магазин, аптеку, выгулить животных. Как отразились эти меры на привычной жизни жителей края. Джамиль Ибрагимова вот уже несколько дней на земле и с воздуха следит, как ставропольцы соблюдают режим самоизоляции. Итак, 9 утра, я иду на работу. Не могу сказать, что людей на улице совсем нет, они есть, но и те скрывают свои лица под маской. Многие передвигаются на машинах, но в целом большинство людей достаточно сознательные, сидят дома и соблюдают режим самоизоляции. А это тоже Ставрополь. 9 утра. Только самый центр города. Место, где всегда очень людно, даже рано утром, даже в будние дни. А сейчас тут встречаются редкие прохожие и те работники жилищно-коммунального хозяйства. А на воротах центрального парка замок, который вынужден теперь висеть не только ночью, а целыми сутками. А эта аллея находится недалеко от нашей телестудии. Иногда я здесь прогуливаюсь и знаю, что в полдень тут бывает не протолкнуться. Но только не сейчас. Сейчас тут вот так. Картина совсем нетипичная для ранней весны. Да что там весны? Такого опустения даже в лютые холода не бывает. Пустующие улицы теперь реальность не только в Ставрополе. Пятигорск, Железноводск, Невиномыск. Не нарушать эту тишину горожан призывают и главы городов. Ничего не нужно делать. Сидим дома. Этот хэштег уже везде. Потому что это самый эффективный способ уйти от этой проблемы, от этой болячки. На самоизоляции у нас находится 33 человека, прибывших из-за рубежа. И 11, контактировавших с ними. Данные граждане все соблюдают режим самоизоляции. Редких прохожих, которые вышли на улицу, просят ее побыстрее покинуть. О необходимости соблюдать изоляцию напоминают и полицейские, и машины с громкоговорителями. Уважаемые жители города Ставрополя, в соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края, вводятся дополнительные профилактические меры. Не покидайте место проживания без экстренной необходимости. Мы решили проследить за тем, как люди соблюдают режим самоизоляции. Посмотреть на это с другой точки зрения. Не с земли, а с воздуха. Посмотрите и вы. Улицы города для буднивания достаточно пустые. В любое другое время, наверное, это удивило бы меня, но сейчас радует. Ведь чем больше нас сидит дома, тем быстрее мы победим вирус. Затем, насколько наши люди ответственны, и можно посмотреть и сидя дома, в кресле. К примеру, поисковик Яндекс разработал систему, которая высчитывает, как много жителей соблюдают режим самоизоляции. Индекс измеряется по шкале от 0 до 5 баллов, где 5 баллов значит, что в городе тихо, а людей на улице мало. Мы несколько дней мониторили и смотрели, какой показатель в Ставрополе. В среднем эта цифра составляет 3,9. Это значит, что большинство горожан сидят дома. Давайте все-таки поднажмем. Посидим дома и сделаем так, чтобы индекс самоизоляции в нашем городе составил все 5 баллов. Так мы не дадим шансу вирусу. Ведь что ему делать на пустующих улицах? Напомним, с просьбой быть сознательнее земляков призвал и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров во исполнение поручений президента. Быть сознательнее – это сегодня выбор, который должен сделать каждый из нас. Я очень хочу вас всех попросить остаться дома. Я очень хочу вас всех попросить остановить рост зараженных на территории Ставропольского края. И, конечно же, я хочу вам пожелать, чтобы вы берегли себя. И, поверьте, сегодня остаться дома – это сбережь себя. Выходят на улицу только в служебных целях Джемиля Ибрагимова и Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Но, несмотря на режим самоизоляции, все-таки есть люди, которые не имеют возможности находиться дома и продолжают работать. Для них работодатели делают специальные пропуска. Сейчас правила их оформления корректируются. Как проходит эта процедура, в теме разбиралась Яна Лукошкина, которая, как и вся наша редакция, тоже на службе в эти дни. Несмотря на повсеместный режим самоизоляции, есть люди, чье нахождение на рабочем месте крайне важно. К примеру, спасатели, врачи, коммунальщики. Специально для тех, кто не может даже на время оставить работу. На Ставрополье ввели спецпропуска, для получения которых зачастую нужно согласование в администрации. С сегодняшнего дня в администрациях районов, промышленного, Ленинского и Октябрьского, начали выдавать спецпропуска. Уже есть первые посетители. Где-то порядка 20 окон действует в общей сложности. Будет необходимость увеличить, значит увеличим. В связи с постановлением губернатора Владимира Владимирова вводятся новые правила пропускной системы. И нужно четко осознать разницу в следующих понятиях. С одной стороны крупные организации, с другой индивидуальные предприятия. Так вот, руководители организаций сами оформляют и выдают своим работникам специальные пропуска. А после отсылают этот список сотрудников в администрацию. А вот индивидуальные предприниматели в администрацию должны обращаться лично. На их пропуске обязательно печать администрации. На базе МФЦ, которая расположена на территории Ленинского района, организовано это место выдачи пропуску. У нас организовано 12 мест в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Это расстояние между людьми, то есть все обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами. В настоящий момент активность граждан большая, но каких-либо очередей у нас сегодня нет. Одним из первых печать администрации на пропуск получил Александр. Он водитель такси. Чтобы помогать людям добираться на работу или, например, в больницу, ему нужно разрешение. Поэтому, как только узнал об измененных требованиях к спецпропускам, сразу отправился в администрацию. Пропуска, ну все правильно, иначе у нас будет бессистемное перемещение, и так ничего не добьемся. Кстати, пропуск можно оформить и в том случае, если вам не нужно на работу, но выходить из дома тоже крайне необходимо. Нужно обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства. Ну а без спецпропуска житель края может выйти на улицу только за экстренной медицинской помощью, ближайший магазин или аптечный пункт, а также выгулить собаку в радиусе 100 метров от дома и вынести мусор. Уже получили спецпропуски. Яна Лукошкина и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. В течение дня, к слову, стало ясно, что в администрации промышленного района слишком много желающих получить пропуска. Поэтому пункт выдачи пропусков перевели в здание МФЦ по адресу Кулакова, 10М. Он начинает работу уже завтра. Остальные пункты работают в прежнем режиме. Это администрация Ленинского района по адресу улица Мира, 282А, и администрация Октябрьского района на Голенево, 21. А между тем, наш телеканал продолжает следить за продавцами, которые из-за ситуации с коронавирусом взвинчивают цены на продукты. Мы запустили акцию «Свой контроль цен» и просим наших телезрителей сообщать о торговых точках, где привычные продукты продают по цене смартфонов. Эти фотографии прислали нам вы. Это Кисловодск. Тут продают лимоны за 445 рублей за килограмм. Ну а в этом супермаркете в Ставрополе предлагают купить чеснок за 500 рублей. Что это? Какие-то чудодейственные продукты или просто спекуляция? Все эти фотографии адреса магазинов, которые наживаются на ситуации, мы соберем и передадим контролирующим органам. Антимонопольной службе, Роспотребнадзору, прокуратуре. Если вы тоже увидели необоснованно завышенные товары, расскажите об этом нам. Сообщение отправляйте в любое время в аккаунт «Своё ТВ» в Инстаграм. Сейчас переходим к происшествиям. В Железноводске на месте преступления задержали вора. 36-летний мужчина разбил витрину магазина, проник вовнутрь и планировал украсть деньги, продукты и алкоголь. Но сработала сигнализация. Сотрудники вневедомственной охраны заблокировали выходы и дождались полицейских. Злоумышленника доставили в отдел и возбудили уголовное дело. Другие ЧП в оперативной сводке. Мотоциклист под градусом. Полицейские Грачевского района ночью заметили на дороге водителя двухколесного транспорта. Мужчина едва не наехал на инспектора, когда тот попытался его остановить. Медосвидетельствование подтвердило. Мотовладелец пьян. Мотоцикл отправили на спецстоянку, а нарушителю грозит крупный штраф и лишение прав. Гости с сюрпризом. 55-летний житель Александровского района организовал у себя дома притон. В виде арендной платы хозяин принимал алкоголь и закуску. Об этом вскоре узнали полицейские и взаимовыгодные отношения прекратились. Возбуждено уголовное дело. Почувствовал себя крутым парнем. 44-летний житель советского округа подошел к таксисту и попросил его подвезти. На вопрос, есть ли деньги на оплату поездки, мужчина стал угрожать оружием. Водитель вызвал полицейских. Они задержали злоумышленника. Оказалось, он угрожал таксисту охолощенным пистолетом. За свою выходку горе налетчику придется ответить по закону. Сосед с длинными руками. Житель Курского района обратился в полицию с заявлением о краже металла, инструментов и стройматериалов из хозпостройки. Полицейские в ходе расследования вышли на след мужчины из соседнего дома потерпевшего. Оказалось, 41-летний злоумышленник проник на чужую территорию, вынес имущество, частично сбыл, а деньги потратил. Теперь его судьбу решит суд. Это только половина новостей. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Где еще отметить Международный день ремонта дорог, кроме как не на строительном объекте? В Невиномыске побывала Кира Рогожина. Такое необычное для всех время. Мы стараемся не отменять занятия, проводить их в онлайн-режиме. Как разучить новые пани, выходя из дома? Сейчас о птицах. Весна, время прилета пернатых. Как сообщили в Минприроды края, в связи с глобальным потеплением число дальних мигрантов сокращается. Птицы не улетают далеко. Сейчас ждем возвращения крылатых из Южной Азии, Северной Африки и Закавказья. Мягкий климат повлиял и на сроки от лета и прилета. Так, по словам орнитологов, птицы стали улетать осенью на 2-3 недели позже, а прилетать весной на полмесяца-месяц раньше. К слову, причина миграции птиц вовсе не в холоде. Он им не страшен, так как они теплокровные, а в наличии пищи. А еще сегодня Международный день ремонта дорог. На Ставрополе этот процесс не прекращается даже во время режима обязательной самоизоляции. В региональном Миндоре объясняют, дороги это стратегически важные объекты, их ремонт останавливать нельзя. В Невиномыске, например, сейчас обновляют 4 объекта. Кира Рогожина с подробностями. Это будет обочина уже, не дорога, дорога, вон она, видно, под вашими ногами. Это же вот, вода будет течь отсюда по краю. Лотки же оставляют, чтобы вода вся утекла туда. По лоткам ушла, главное, и все. К рабочей одежде и плотным матерчатым перчаткам, защитной маски налицо. Плюсом также постоянная дезинфекция рук и инструментов. Вот, впрочем, и все, что добавилось в привычный распорядок дорожных рабочих. Хотя они не входят в перечень тех, кто должен работать сейчас, трудиться продолжают. Ведь дороги объект стратегически важный, тормозить процесс нельзя. Почему боятся? Соблюдать все, беспокоить, меры безопасности и все. Это улица Матросова, главная транспортная артерия Невиномыска. Она связывает весь Кочубеевский район и обеспечивает сообщения с соседними регионами. Здесь под замену порядка 4 километров дорожного полотна. Кроме того, обочины, разметка, знаки освещения. Помимо Матросова, в городе ремонтируют еще три участка трасс. Все в рамках нацпроекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги». В этом году город получил на это 219 миллионов рублей. У нас стоит предполагаемый срок закончить Матросова. Это мае 2020 года. Остальные три участка до 1 июля 2020 года. На сегодняшний день работы ведутся с сопряжением даже графика. Но это только благодаря погодным условиям. И то, что позволяет нам погодные условия выполнять работы быстрее. Не останавливаются работы и на бульваре мира. Здесь благоустраивают сквер. Тоже по нацпроекту. Комфортная городская среда. И если дороги выбирали по уровню аварийности, зону отдыха попросили горожане. Сквер украсят архитектурные формы, фонари, лавочки, клумбы. Модернизируют фонтан. Он превратится в инсталляцию «Тихая вода». Арт-объекту отведена особая роль во время патриотических мероприятий. Особенно приуроченных к Великой Победе. Инсталляция «Тихой воды» будет являться именно местом, куда люди принесут свои свечи и запустят их от начала изголовья вниз по течению, что будет своеобразная традиция запускания свечи. Впрочем, вся концепция этого общественного пространства патриотическая. Одна из основных задач сквера – сохранить память о воинах, защищавших целостность нашей страны, причем не только в годы Великой Отечественной войны. Сюда вписана история военных конфликтов уже современной России. На этом месте будет целый мемориальный комплекс. Начинается он с памятника воинам-пограничникам, дальше – мемориал морякам, а здесь идет закладка фундамента к обелиску воинам-десантникам. Завершить работы планируют к маю. За большим благоустройством наблюдали Кира Рогожина и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Невиномыск. Hello, Ставрополье! Знакомы уже слова. Мы продолжаем рассказывать о жизни в разных странах и в условиях карантина и самоизоляции. Сегодня у нас Австрия, милейшая провинция Тироль. На связи фотограф Виктор Малышев. Hello, Stavropi! Привет вам из австрийского Тироля. Мы уже 12 дней находимся на карантине. Мы не имеем, по сути, права выходить на улицу. Повезло тем, у кого есть приусадебные участки или какие-то садики, в которых они вполне официально могут находиться. Жизнь Тироли, конечно, приостановилась, но не замерла. На самом деле есть огромное количество чего поделать. Наконец-то дошли руки убраться в подвале. Мы, наконец-то, начали приводить участок в порядок. Уже год мы не могли до этого дойти. Появилось время смотреть сериалы и играть в компьютерные игры. Тысячу лет мы этого не делали в семье. И вот сейчас, скажем так, дошли руки. У нас есть маленький ребенок, поэтому больше времени мы теперь проводим с семьей. Не скучай дома, самоизолируйся с пользой. Наш телеканал продолжает конкурс «Домашка». В нем может поучаствовать каждый желающий. Снимите небольшое видео, на котором вы занимаетесь любимым домашним делом. Готовкой, танцами, песнями, игрой в приставку. И присылайте ролик нам на электронную почту по адресу, который вы видите на экране. Конкурс «Собака» stv24.tv Все видео можно будет увидеть на сайте телеканала stv24.tv. Там каждый может проголосовать за самого талантливого жителя края. А по понедельникам в прямом эфире программы «Утро на своем» мы будем объявлять победителей. Самым креативным и талантливым достанутся игровая приставка, компьютер и мобильный или мобильный телефон. Следите за новостями и нашим утром на своем в 7.00. Кстати, нам уже прислали больше 30 роликов. Свои таланты показывали и сотрудники своего ТВ. Смотрим. Это Фунтик. Меховой пес. Он тоже на карантине сидит. Лохматый такой. Изоляция любимым хобби не помеха. Личный тренер у вас дома и путь к танцевальному Олимпу уже не за горами. Ставропольцы продолжают танцевать только онлайн. К тренировкам подключилась Виктория Шкальная. Привет! Мы по-моему очень-очень сильно соскучились. Вот так немного непривычно хореограф приветствует своих учеников. Сильно соскучиться танцоры не успели. Занятия не прекращались ни на день. Только сейчас, в нерабочую неделю, дети тренируются в формате онлайн-уроков. Три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо! Перед занятиями, как обычно, разминка. Хореограф видит каждого. Дотянуть носок, выпрямить спину. Наставление от любимого тренера получат все. А это уже другая группа. Ученики разучивают новые танцевальные движения. Упор и цвет. В такое необычное для всех время мы стараемся не отменять занятия, проводить их в онлайн-режиме. Стараемся давать детям какую-то информацию для домашних уроков. Стараемся им давать комплексы упражнений на развитие физики, выносливости, гибкости и пластики, чтобы они тренировались дома и не прерывали свой тренировочный процесс. Кстати, заняться танцами сейчас могут все желающие. На нерабочей неделе многие школы предлагают танцевать онлайн. Вот так научиться танцевать сможет каждый желающий. Персональный хореограф появится и у вас дома. Тренироваться могу теперь и я в перерывах от работы. Благодаря вот такой онлайн-трансляции можно не только выучить новые ПА, но и, наконец, привести себя в форму к лету. А свой заряд бодрости среди рабочего дня получили Виктория Шкальная и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Кстати, о развитии тела и о спорте. Сейчас как раз время для спортивных новостей. Я приглашаю в студию Германа Кудьярова, наш спортивный обозреватель. Привет, Кать. Ну что там, не заскучали в самоизоляции наши спортсмены? Ну знаешь, время проводят кто как, а вот некоторые даже отмечают появление детей. Здорово. Расскажешь кто? Обязательно. Начнем с позитивной новости. Наш земляк, футболист Илья Кутепов, во второй раз стал отцом. Супруга игрока московского «Спартака» Диана родила дочь, которую назвали Софией. Теперь четырехлетнему Илариону, первенцу Кутеповых, уж точно не будет скучно. Мы от всей души поздравляем семью, желаем счастья, добра и любви. И к слову о российском футболе. Его мы не увидим до 31 мая. В бюро исполкома Российского футбольного союза приняли решение приостановить проведение всех соревнований. Все турниры остановлены до лета, в том числе и региональные соревнования. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает наше правительство. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона перенесем на середину августа или середину сентября, заявил глава РФС Александр Дюков. Не распространяется все это лишь на игры в режиме онлайн. Именно киберспортивный турнир проходит сейчас на Ставрополье. Вчера завершилась одна из дисциплин – футбольный симулятор FIFA 20. За победу на виртуальном футбольном поле сражались 87 участников. Лучше всех игроками управлял ванганим Сиско. Он стал победителем. Второе место занял Роман Салмин, а Данил Ершов стал третьим. А на этом у меня все, друзья. Вам хорошего вечера. Я возвращаю слово Кате. Спасибо, Герман. А еще будут какие-то подобные турниры, как ты только что рассказал? Да, уже на этой неделе будет «Дота 2» и «Шутер-стрелялка» «Контер-страйк». Об этом тоже расскажем. Здорово. Ну, будем болеть тогда. Пока. Всего доброго. Ну и напоследок немного о погоде. Очень бы хотела сказать, что следующая новость – первоапрельская шутка, но нет. Начало апреля удивило нас снегом, да таким, что некоторые ставропольцы смогли слепить снеговика. Автор вот этого снеговика – Евгений из станицы Подгорной Георгиевского округа. Что ж, отдадим ему должное. Снеговик в тренде. Маска – обязательный атрибут сегодняшних дней. На нем тоже присутствует. Вот такие креативные люди живут у нас в крае. Кстати, эту фотографию Евгений прислал нам на наш номер. 8 928 350 80 70. Мы и от вас ждем каких-то сообщений. Делитесь своими яркими событиями из своей жизни. Как вы проводите время в период самоизоляции. Ну или расскажите о своей проблеме. И мы обязательно постараемся разобраться и помочь вам. Ну а впереди прогноз погоды с моей коллегой Яной Лукошкиной. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. О погоде на пятницу 3 апреля расскажу прямо сейчас. В Ставрополе малооблачно. Днем плюс 13. Ночью плюс 4. Без осадков. В Изобильнинском округе небольшая облачность. Днем плюс 15. Ночью плюс 7. И без осадков. В Новоалександровске малооблачно. Плюс 13 днем. Плюс 6 ночью. Осадков не ожидается. В Пятигорске и Минеральных Водах малооблачно. Днем воздух прогреется до плюс 11. Ночью плюс 4. Без осадков. В Кисловодске плюс 10 днем и плюс 5 ночью. Облачно и без осадков. На востоке края значительная облачность. В Ипатова днем плюс 15. Ночью плюс 8. В Нефтекумске, Дивном, Арсгире и Буденовске днем до плюс 12. Ночью плюс 7 и без осадков. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!